Евгений Валентинович, здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться. Расскажите, как вам вообще Питерский форум, какие плюсы вы здесь для себя находите? На удивление, довольно-таки очень занятое место, очень много посетителей, я, честно говоря, не ожидал такое увидеть. И качество встреч, качество контактов здесь очень высокое. Мне так кажется, что это хороший такой конкурент экономического форума в ДА8. У нас выпуск посвящен молодым предпринимателям, у нас вышел рейтинг недавно, 30-30. Вот ответьте на такой вопрос. Многие говорят об утечке мозгов из России. Есть ли такая проблема? Проблема ли это вообще? Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, что это была серьезная проблема в 90-х годах. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу, бум-бум-бум. У меня такой проблемы, она остро не стоит. Более того, мы собираем команды, у нас есть и команда экспертов, очень международная, от Бразилии до Австралии. Мы набираем туда иностранных сотрудников. А какой потенциал сейчас вообще в России для предпринимательства, особенно, ну не только для большого бизнеса, а для такого маленького, для стартапов? Видите вообще его? Вы знаете, я работаю исключительно в цифровой экономике, поэтому я буду говорить именно про себя, про цифру. Мне кажется, мы знаем, что российская система образования, технического образования, она до сих пор работает просто великолепно. И выпускаются с технических университетов очень толковые ребята и девочки. И вот, русские программисты лучше в мире. Ну, правда, говорят, что русские хакеры самые злобные в мире. Это результат нашей системы образования, я думаю, что у IT-компаний российских очень светлое будущее. А где им самореализовываться? В какие компании им идти работать? Создавать свои бизнесы, Сколково, маленький стартап, идти к вам, например, в компанию, идти в Сбербанк, я не знаю, в госкорпорацию? Вы знаете, ответ на этот вопрос, он будет очень индивидуальным. Зависит от того, от личности, от человека, готов ли человек рисковать собой, своим временем, своей жизнью, для того, чтобы делать свой бизнес. Или он согласен на то, чтобы работать на кого-то, но в более спокойных, более комфортных условиях, с большими гарантиями. А вы говорите рисковать своей жизнью. У нас в России, чтобы делать бизнес, надо рисковать своей жизнью? Нет, я немножко, это сказать, неправильный термин использовал. Жизнь, в смысле, нужно положить свою жизнь на это дело. Как это сделал я? Фактически, моя компания – это моя жизнь. Ваша компания, она с чего начиналась? Сейчас мы знаем Касперский как международный глобальный бренд. Я вот даже хочу личную историю привести, потому что мне было очень приятно, где-то далеко на Бали, когда заходишь в маленькое бунгало, где можно арендовать доску для серфинга, там сидит менеджер, и у него рядом антивирус Касперский. Вот тогда я понял, что это очень, это очень сильно. А по телевизору он смотрит «Машу и медведь». Да, по телевизору, на ютубе он смотрит «Машу и медведь», причем на своем родном языке. С чего начиналась ваша компания? Я хочу вернуться в тот момент, когда она не была глобальной. Мне говорили, это 1994 год, Грант в Гамбурге. Как вы стали международной постсоветского союза? На самом деле это довольно длинная история, постараюсь рассказать ее коротко. В 1989 году я поймал свой первый компьютерный вирус, просто я заболел этим, мне стало интересно. Это было мое хобби. И потом, просто я начал потихоньку собирать команду. В 1992 году ко мне примкнул второй коллега, потом третий. А в 1994 году мы завоевали первое место в соревнованиях. Это был не Грант, мы просто показали качество своих продуктов. И так постепенно, потихоньку мы начали распространять знания о нашем продукте. Брендинг, то, что называется. Денег не было, мы жили очень бедно. Автомобиль был только у меня старенький. Какой? Что было за машина, интересно? Первый мой автомобиль был «Запорожец», который мне отдали бесплатно. Как это бесплатно? Один из моих боссов, тогда я уже работал. Вы тогда где работали? Тогда уже был кооператив, это был научно-технический центр «Ками». Это был 1992 год. Потом у меня были поддержанные «Жигули», потом новые «Жигули». На самом деле было очень тяжело. Во-первых, мы не знали, как строить бизнес. Мы знали, как писать софт. Вот мы писали софт, мы делали технологии. Как их продавать, у нас не было никаких идей. Поэтому шаг за шагом мы учили, что такое партнерская сеть. Как работать с клиентами. Мы по-английски не говорили. Всему учились на ходу. И я работал там по 12-14 часов каждый день. Без выходных, часто без отпусков. Где-то с 1991 по 1996 год. Когда я сказал, что нужно положить жизнь на это дело. Я понимаю, вы согласны с таким мнением, что большие компании по-настоящему, они рождаются не в акселераторах, где для них созданы сейчас удобные условия, например. А вот именно в гараже, как это произошло, как я понимаю, с вашей компанией. Гараж – это образное выражение. Как-то своими руками из такой мелочи. Или сейчас просто прошло время и можно делать что-то? Я не буду столь категорично. Думаю, успешные и хорошие компании появляются и тем, и другим образом. И из гаража, как мы знаем многие названия, так и просто собираются люди, складывают капитал вместе и вперед. А у вас есть какие-то правила вашего бизнеса, вашей компании? Например, что если в Японии считается хорошим тоном, например, что сотрудники должны уходить позже своего начальника. И вот вы говорите про то, что работали тогда 12 часов в день. У вас это ценится в компании или нет? Переработки в компании не ценятся. Есть несколько определений, которые мне очень нравятся. Во-первых, технологии и качества – это у нас во главе. Для того, чтобы их достичь, это люди. Это люди, которых придумывают, это люди, которых делают. Поэтому компания достаточно ориентирована на людей, очень сильно ориентирована на людей. Приезжайте к нам в офис, вы очень удивитесь, насколько у нас комфортно и удобно. Кстати, вот вопрос про ваш офис. Я знаю, он стоит там большую сумму денег, это гигантский такой по-настоящему офис. Это для души больше, вот купить сейчас недвижимость? Потому что многие там говорят, что сейчас покупать недвижимость невыгодно. Нет, конечно. Кладывать в недвижимость невыгодно, это убыточно, там некоторые эксперты говорят. Вы, почему вы купили такое большое здание, как собственность, как я понимаю? Очень просто, деньги посчитали. Потому что там довольно дорогой был контракт аренды, и контракт на 10 лет, мы должны были заплатить довольно большие деньги, и после 10 лет как бы мы должны перезаключать этот контракт. Или другой вариант, купить офис целиком, это получалось на начальной этапе немножко дороже, но потом оказалось, что это просто выгоднее. На самом деле это было чисто экономическое решение. Я хотел спросить еще, вот в этом году у вас все равно выросла прибыль, несмотря на то, что вы потеряли там какую-то часть денег от США. Да, я советовался с экспертами. В принципе, это не какой-то тренд такой, знаете, что там у России только такие проблемы. Да, это вообще вот, у вас хотел поинтересоваться, есть ли в мире сейчас такой опять же тренд на изоляцию стран. Допустим, Китай отдельно, Россия отдельно, США отдельно. Вот я знаю, например, у компании Huawei тоже вообще никакого отношения к России компания не имеет, у них проблемы там с SD, с какими-то технологиями, с Wi-Fi. Не только у них такие проблемы, политические проблемы. На самом деле, вот такой термин балканизация интернет-пространства, балканизация мира, гибермира, на самом деле, к сожалению, это реальность и, к сожалению, это во многом политически подогретая проблема. Ну, как-то с этим надо жить. Но с другой стороны, вот я немножко, можно я продолжу? Да, конечно. С другой стороны, когда мы говорим о индустриальной революции 4.0, говорим о сетях 5G, о количестве и качестве тех данных, которые собираются цифровыми системами, то цифра становится уже критически важной для государства. И вопрос о том, чтобы национальные данные оставались на территории страны, на самом деле, по этому пути идут очень многие страны уже. То есть, когда цифра становится не просто дорогой, а цифра становится критически важной. И она должна оставаться на территории. И это тренд, который в ваших студах. Критически важная с точки зрения именно безопасности, насколько я понимаю. С точки зрения безопасности, абсолютно правильно. То есть, вот часто критикуемая сейчас популярная тему закон о суверенном интернете, вы думаете, что это правильная мера? Мне кажется... Или это немного о другом? Подобное законодательство, я более чем уверен, оно будет постепенно применяться в остальных значимых странах или регионах. Например, GDPR в Евросоюзе, особенно в Германии. Например, китайские некоторые законы. Некоторые другие страны, они всерьез думают о том, вернее, не думают, у них проекты по утверждению нового законодательства о цифровой информации. А то, что происходит с Телеграмом, хотят его заблокировать, пока все не получается? Вы, кстати, пользуетесь Телеграмом сами? Лично я нет. Вы знаете, я не скажу за Телеграм, потому что я немножко не в курсе этих проблем. Я слышал о них, но я как бы... Я могу только сказать то, что я прочитал в интернете. Я хочу поговорить, сменить немного тему, поговорить про ваши путешествия. Во-первых, возникает вопрос, когда смотришь ваши социальные сети. Евгений Валентинович, вы бываете в офисе? Вы сейчас насколько вовлечены в работу компании, я имею в виду оперативно? Просто там кто-то... Хоть случай, что вы больше там отошли от дел, именно я имею в виду оперативных, или вы просто у вас правильный график выкладывания постов, что есть впечатление, что вы не работаете? Или вы работаете на удаленке? На самом деле я не один, меня четверо. Супер! Вот трое тут все стоят, снимают. Это есть такая байка. История компании была следующая. Собрались хорошие толковые программисты, сделали продукт и решили назвать как-то компанию. И слово Касперски они просто придумали. Типа как Pink Floyd придумали гитаристы и барабанщики. Касперски придумали, и вдруг бах оказалось, что продукт пошел, им это становится известным. И они решили, что на самом деле было бы неплохо человека подложить под это имя. Нашли просто какого-то артиста. И он стал ездить, выступать с лексами, изображать себя Касперского. И все, и дело пошло. И его стало не хватать. В результате нас сейчас четверо. И вы разные из странных мира? Eugen A, Eugen B, C и D. Окей. Я Eugen C. Eugen C, а где остальные A и B? Они сейчас где-то на горе один, другой где-то. Да, один твит пишет, другой там инстаграм фотки выкладывает. Конечно, все очень просто. Клоны. Я понял. На самом деле, если говорить серьезно, то у меня стиль моего управления, он никогда не был таким операционным. Я искал команду, я определял как бы направление компании, причем не сам, а вместе. То есть, я не люблю принимать такие директивные решения. То есть, все идут и делают то-то. Все-таки коллектив, все-таки мои соратники, они должны, мы должны вместе прийти к этим идеям. Так я и работаю. А потом, как бы, операционное управление, оно выполняется другими людьми, которые тоже очень много делегируют ниже. Стиль моего управления, мне не нужно быть каждый день в офисе. Самые важные проблемы, если вдруг какие-то возникают сложные вопросы, я всегда в почте, я всегда на телефоне. Пожалуйста. Но это краконилито. А какой круг людей, вот интересно, может вам дозвониться напрямую? Это же не все сотрудники компании, это, наверное, приближенные там 10 человек. Скажи так, мой телефон знают только те люди, которые точно уверены, в какой временной зоне я нахожусь. Угу. А у вас, кстати, все время один и тот же номер? Вы все-таки человек, который, я не знаю, мэтр в безопасности, вы их все время меняете? Уже лет 10 тот же самый. Уже лет 10 тот же самый. Да. Это безопасно, кстати. Вы знаете, сколько раз мне сегодня позвонили? Да, откуда я знаю? Я через помощника. Ноль? Ноль раз? Не нужно. А знаете, сколько писем сегодня утром, когда я открыл почту сегодня утром, знаете, сколько писем по бизнесу было? Одно? Два? Два? Два. Компания сама работает? Слушайте, вам не скучно так вот, никто не звонит, два сообщения в день. Чем вы занимаетесь? Сегодня я на форуме. Сегодня у меня была панель на форуме. На самом деле, главная моя задача, это не только определять направление работы компании, не только определить ее стратегию вместе с другими, но и представлять компанию, рассказывать о том, что мы делаем, зачем мы это делаем, куда компания идет, какие будут ее продукты, ну, то, что называется, быть евангелистом. Я смотрел одно ваше выступление, где вы сказали, что вы ведете аскетичный образ жизни, что у вас… Неправда. Что у вас BMW с семеркой не новая, квартира в Москве… М3. А, у вас уже М3. Старенькая, ей 10 лет. Да, почему так? На ней 30 тысяч километров пробег. Зачем мне новую машину? Вы не ездите там? Я езжу, но крайне редко. И тут немножко по Москве, все. А как вы, кстати, думаете, интересно, вы же спонсируете Formula 1 команду Ferrari и Formula E, по-моему… Ричарда Брэнсона, команда Virgin Racing совместная. Ассенчо и Ричард Брэнсон. Да, она… удовольствие от вождения, она может пропасть вообще в какое-то время, как вы считаете? Вы знаете… Потому что я тоже был на Formula E, когда вы были в Париже. Это вообще другой звук, как у… Месяц назад я катался по спортивному треку на GT-шной Ferrari, все нормально. Нет, я имею в виду… Любовь к скорости у меня не пропадает. Я имею в виду… Вообще, вот есть такая точка зрения, что мы, возможно, одно из последних поколений, которые испытывают вот этот именно кайф от вождения двигателя с внутренними сгораниями. Я думаю, произойдет то же самое, что с лошадьми. Останутся клубы любителей верховой езды, но их будет много. Так останутся многие, кто будут любить кататься по старинке за рулем автомобиля. На форуме надо все успевать, поэтому я вас приглашаю в нашу кондиционируемую новую BMW. Спасибо большое. Я знаю, это ваш любимый, один из любимых брендов машин. Сейчас я к вам сяду. Так, слава богу, прохлада какая-то. То, что в Петербурге 31 градус, это вообще не грозит нам какой-то климатической аномалии, что мы все расплавимся, не доживет до… На самом деле, очень интересный вопрос. Я вообще слежу за этой темой, и мне кажется, что это комбинация нескольких факторов. Во-первых, согласно некоторым исследованиям, которым я доверяю, есть такое циклическое изменение температуры на Земле. и вроде бы мы находимся как раз сейчас в температурном климатическом оптимуме, в самый теплый период, и он вроде бы как бы сейчас должен быть закончится. А с другой стороны, антропогенный фактор, он как бы существует, потому что это видно просто. я когда вижу, как вырубают леса и, так сказать, историю вырубки. И здесь, мне кажется, что в этом цикле СО2, глобальное потепление… Я очень боюсь, что мы делаем очень большое… Ну, не мы конкретно, просто мы делаем как человечество, делают очень большую ошибку. Все говорят про выбросы вредные. Никто не говорит про потребление СО2, потому что, как мне кажется, нарушен баланс выхлопа и потребления. Вырубка лесов, влияние на океаны, меняется экосистему в океанах. Получается следующее, что возможно, что человечество, то, что оно гадит в атмосферу, это не главная проблема. Главная проблема, что человечество уменьшает покрытие, низное покрытие, вырубает леса и убивает экосистему в океанах. Что там делать с этим? Это… Кто должен решать? Частный бизнес мирового правительства? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Кто это? Мусор выкидывают практически все. Я думаю, что тут должна быть комбинация и международное сотрудничество, и пропаганда правильного поведения. Допустим, как сейчас некоторые страны отказываются от пластиковых пакетов, а некоторые там от пластиковых стаканов. Я недавно был, совсем недавно был в Руанде, там у нас были встречи, мероприятия государственного уровня, там была конференция международная. Я с удивлением, во-первых, страна очень мне поразила, какая чистая страна. Руанда? Руанда. Мусора нет вообще. Чисто как здесь. Как перед приездом Путич. Там нет никакого мусора, ничего нет. Там зеленая травка постриженная, асфальт и дорожки в городе. И за городом тоже там мусора нет. В этой стране запрещены пластиковые пакеты. А у нас, кстати, тоже вроде бы пытаются как-то вести эту меру в Грузии. Я знаю, что запретили пластиковые пакеты пластик. Это настолько страшно, насколько это вот рисуют как раз защитные организации. К сожалению, да. И здесь, мне кажется, должна быть какая-то комбинация действий. Должно быть желание всех личной компании от этого избавляться. И какая-то, так сказать, поддержка агитации государства. Я не хочу ничего обещать, но мы сейчас прорабатываем меня в компании. Мы работаем над вопросом, как избавиться от мусорных пластиковых пакетов. А это будет эффективно, если вот ваша там одна компания, несмотря на то, что она крупная, в большой, не говорю России, в большой даже Москве, избавиться от пластиковых пакетов. Вы будете этим просто как инфлюенсер заражать этим трендом людей. Да, почему нет? Потому что эффекта такого не будет. Почему нет? Ну да. Как пример. Как пример, да. И когда мы это попробуем на себе, а мы попробуем на себе, у нас будет опыт, и мы готовы будем делиться этим опытом с другими. Вы говорили уже сегодня, что к вам лично ноль звонков за сегодняшний день, два сообщения. Не хотите начать какой-то новый бизнес, может взяться лично вот с полной увлеченностью за какой-то стартап? Например, Гришин, из моего разуме, с робототехникой, Галецкий, там футболом. Вы бы со своим инстаграмом могли бы хоть турагентство открыть, я не знаю, или экологическое? Все-таки, наверное, не очень, потому что моей работы мне хватает по полной программе. Во-вторых, задачи, которые мы решаем, когда решает компания, они постоянно меняются. Раньше мы защищали только обычных, ну просто домашних пользователей, индивидуальные продукты у нас были, а потом бизнес, а сейчас индустриальная система. И год за годом эти задачи становятся все сложнее и сложнее. Плюс к тому, у нас есть смежные проекты, которыми мы занимаемся, которые достаточно интересны. Например, мы работаем над системой безопасного онлайн-голосования. Это для чего? Для выборов? Для выборов? Для демократии. Для демократии абсолютно правильно. Потому что есть такая проблема, что молодежь, она как бы не хочет ходить на избирательные участки. Они хотят все с мобильного телефона делать. И это нормально. Но системы, которая бы гарантировала онлайн-голосование, и при этом безопасное, таких систем не было. И мы начали на ней работать, и у нас она есть, были уже пробные голосования. Совсем недавно было голосование в Волгоградской области. Я, кстати, из Волгограда. Я из Волгограда, но об этом не слышал. Вот. Ну и как? Это действительно проходит ище. То есть там не намуклюешь, бросы не сделаешь, карусели не подделаешь. Блокчейном защищается. Как? Ужас какой блокчейн. То есть каждый получает свой индивидуальный номер, свой ID. Вы против коррупции, что ли, получается, Евгений Владимирович? Вы против коррупции? Я настолько, у меня такая большая дистанция от коррупции, что я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Угу. Компания изначально строилась как чистая, белая, пушистая, и никакого, чтобы пятна на ней не было. Ну, по причине того, что, в общем, как-то меня этого мама не научила. Угу. Во-вторых, ну, все-таки, бизнес безопасности, не только цифровой безопасности, вообще безопасности, это все-таки бизнес доверия. То есть есть некоторые индустрии, где доверие – это самое главное. Допустим, медицина, банковские услуги, безопасность. Ну, если вы не доверяете доктору, вы же к нему не пойдете на прием. А вот за столько лет, особенно там, начиная работать в 90-е, как вы обходили эти вопросы? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что наверняка вам приходится что-то согласовывать с государством, приходилось что-то. Нет? Никогда? Вообще никак. Дело в том, что в 90-е годы государство нас не замечало совершенно. Ну, потому что вы, наверное, непонятный бизнес, что там взять. Мы говорили маленький или понятно. Государство нас удалось замечать, наверное, где-то в 2010-х годах. В 2009-м я получил награду от президента Медвезева. Вот тогда нас заметили. Но до этого момента нас не видели, а после этого момента, в целом, как бы никакой помощи особой не было. Сейчас уже, сейчас интересно, мы, допустим, наш офис, он получил статус технопарка, там несколько компаний работают, и, как бы, у нас есть налоговые льготы, за что спасибо государству. Но, практически, есть другое налогообложение, если у тебя статус технопарка. То есть, государство, таким образом, оно стимулирует развитие технопарков. То есть, у вас такой же статус, как у Сколкова? Сколкова, да. Как у Сколкова, то есть. Ага, я понял. Вот, на самом деле, я категорически приветствую эту инициативу государственную, потому что это стимуляция развития технологических компаний. А вот молодых ребят, как вы считаете, вот, которым сейчас, там, 25-20-30 лет, у них, им проще начать свой бизнес здесь или, там, уехать в какую-то страну, которую они, может быть, там, даже не понимают. Просто, вот, есть там случай одного ресторатора, он был в блоге в Леонида Парфенова, который не смог там открыть ресторан в России из-за препятствий. Он уехал, открыл ресторан в Испании, у него это получилось гораздо успешнее, чем у нас в стране. А наша страна, она располагает для бизнеса, ну, конкретно, например, для вашей вот такой. Слушай, я готов разговаривать только о своем бизнесе. Да, о вашей сфере. О цифровых, айтишный бизнес. Потому что я не ресторатор, я не знаю, как работать. Ну, я просто как пример привел, да. Я думаю, что Россия довольно комфортное место для того, чтобы развивались IT-компании. Самая главная причина – это российская система технического образования, которая до сих пор работает очень хорошо. И нет никаких индикаторов того, что будут какие-то проблемы. Качеством выпускников мы очень довольны. Термин «русские программисты, российские программисты лучшие в мире» – он до сих пор. Это бренд. То есть русские хакеры худшие в мире, это как бы другая сторона медали. Они тоже самые крутые все равно считаются. Из тех же учебных заведей. Самые опасные – это все однокурсники, мне кажется. Поэтому, если делать айтишный бизнес, разработку особенно софта, но не только софта, кстати, и железа, и роботехника, то, я думаю, Россия – это одна из самых интересных площадок. Потому что, во-первых, огромное количество инженеров, которые получили великолепное образование. Во-вторых, государство, которое начинает выделять, обращать внимание, причем хорошее внимание, правильное. В-третьих, количество инвесторов в IT-сектор. В 90-е годы, когда мы работали, не было такого понятия инвестиций в IT-сектор России. Ну, я понимаю. Не было. Либо ты победил, либо все, либо умер. Сейчас ситуация другая, сейчас ситуация более комфортная. Поэтому, мне кажется, что стартапов будет больше и больше в России. Сейчас стоит такой сезон, июнь, то время, когда школьники, которые хотят поступить в технические вузы, сдают свои профильные экзамены. Вы сказали о тех же самых университетах. Какие, на ваш взгляд, в нашей стране хорошие вузы, если они не в Москве, например, для тех, кто не обязательно перебираться в Москву? Вы знаете, я, наверное, не хочу называть конкретные названия, для того, чтобы другие не обидят. Так, все. Бамуку не называем. Да. Бамуку не называем. На самом деле, да, конечно, в Москве вузов гораздо больше, чем в другом городе российском. Но к нам приходят не только из московских университетов. На самом деле, мы работаем, я даже не знаю, сколько учебных заведений в России, и не только в России, за ее пределами, по всему миру, с кем мы сотрудничаем, но в основном у нас разработка вся в России, не в основном. Практически все, что мы делаем, это делается в России. У нас разработка в Москве, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток. У нас есть сильная школа? Технические, там местные у вас работают? Так, это, значит, нужно объяснить. Дело в том, что у нас есть круглосуточная смена вирус-аналитиков, то есть люди, которые следят за вирусным потомом. А, и у вас она устроена так, что я понял. То есть они по ночам не работают, а работают в Владивостоке в своем ритме. Очень долго. Значит, у нас на самом деле было следующее. Изначально у нас было 24 часа смены в Москве, но там получилась проблема 5 утра. То есть в 5 утра ты можешь совершать какую-то физическую работу нормально, но мозг начинает засыпать, и поэтому были ошибки. То есть ошибка 5 утра это была такая одна из самых неприятных. И как бы, ну что, мозг начинает засыпать. И мы разнесли вирусную лабораторию, разнесли и Москва, и Сиэтл, и Пекин. Получилось, что тоже плохо работает, потому что они говорят на разных языках, живут в разных временных зонах, и получилось 3 разные группы. Практически изолированные, хотя мы пытались их вместе собирать, там, устроить им билдинги. Не получается. Потом мы решили, окей, мы делаем все в России. Спасибо нашим предкам. У нас очень длинный размер. Размер нашей страны. Длинная страна. Вот это, кстати, новый плюс какой-то. Мы сейчас открыли. Абсолютно. Мы делаем круглосуточную смену, у нас работает. Владивосток проснулся, пошел на работу, Москва спать. Москва проснулась, Владивосток спать. Вот это, кстати, удивительный плюс, потому что я вот слышал только там о минусах такой длины нашей страны. А это плюсы? В нашем случае это просто огромный плюс. Здорово. Так не могут и страны. Вот это, кстати, наше конкурентное преимущество, я думаю, перед европейскими странами. То, что у нас они могут работать круглосуточно и при этом нормально спать, вести, в принципе, комфортную жизнь. Да, именно так. Удивительно, удивительно. Но вы путешествуете не только по России. Большей частью. Большей частью не по России. Я думаю, что все равно, кроме красот природных, которых мы видим в вашем инстаграме, там, гор, морей, озер, вы все равно обращаете большое внимание на бизнес, который происходит в этой стране, особенно в этой сфере. А насколько вы пристально следите за рынком информационной безопасности вообще в мире? Ну, естественно, это моя работа. Слежу, что происходит. Если говорить про технологии, которые появляются в нашей индустрии, то, если говорить честно, наши гораздо лучше. То есть, мы являемся технологическим лидером мировым по именно технологии защиты от ледоносных программ, от компьютерных вирусов. Поэтому, как бы, нам подсматривать некуда. А какие у нас... Остальные подсматривают за нами. То есть, за русским мы в этом плане следят и не хотят копировать. Мы на самом деле делаем лучшие технологии в мире, а иногда технологии совершенно уникальные, просто никто больше такого не делает. Ну, на сегодняшний день. Назовите топ-3 компании, российские, технологические, кроме вашей, как вы так считаете? Конкуренты какие? Какие вам симпатичные свои... В безопасности или вообще? Нет, нет, в безопасности. Безопасность. Есть такие? Positive Technologies. А мировые какие? Ну, мировые рынки. На мировых рынках у нас как бы стандартные троицы конкурентов. Семантик, Мэкофи и Тренд Майкро. Технологически более продвинутые все-таки, наверное, Семантик и Мэкофи. Есть новые компании, которые занимаются новыми решениями, которые так являются вообще частично нашими конкурентами, которые делают решения от точечных атак. Кстати, вот здесь мы немножко протормозили. Вот это был случай, когда мы... У нас была эта идея, мы хотели это делать, но не успели. Другие сделали быстрее, чем мы. Сейчас, на самом деле, наши технологии, они лучше. И если посмотреть список разных вот этих именно точечных, высокопрофессиональных атак, то больше всего этих атак раскрываем мы. Это окей, хорошо. Это так. Поверьте мне, у меня самой бумажки нет, но это так. На самом деле, я когда катаюсь по миру, я смотрю на такие вещи, насколько государства разные уделяют внимание цифровому развитию и цифровой безопасности. Если говорить о лидерстве в идеях и в цифровом развитии, наверное, я бы сказал, что это Сингапур. Сингапур. Да, Сингапур. Можно очень много чему поучиться, потому что у них были, наверное, первые в мире системы контроля трафика и автоматическая система распределения трафика. Они сейчас пытаются внедрить, они работают над системой принудительной навигации. То есть ты должен следовать совету навигатора. Навигатор через облако получает план, куда ехать. То есть они регулируют трафик таким образом. Они делают огромные усилия по разработке. Ну, хорошо, город небольшой, поэтому у них это легче. Получать доступ к госуслугам из любой вообще точки Сингапуры. То есть они очень большие молодцы. В России, на самом деле, госуслуги очень хорошо тоже представлены. Ну, это, кстати, госуслуги, надо сказать, что это проект во внуком Михаила Абызова. Госуслуги. Насколько я понимаю, это была его идея. А он сейчас в таком положении, как и Майкл Калли. Кстати, слух сегодня главный, что Майкл Калли приезжает. Вас это не смущает нисколько? Вы знаете, я как бы человек... Далекий, да. Немножко, да. Я не знаю. Я понял, хорошо. Хотел поговорить с вами про личный бренд вашего. Большинство, все-таки, наших миллиардеров, они, во-первых, не мизионеры и не публично. А вы любите показывать и пишите посты. Во-первых, вы спросите, сами ли вы их пишите отчасти. Фотографии выкладываете и общаетесь с читателями, со своей аудиторией. Для чего это вам надо? Да. Вы же уже состоявшийся бизнесмен. Я объясняю. Ну, во-первых, первое, тексты. На 90-95% это мои тексты. Иногда бывает немножко по-другому. Есть какая-то идея. Я говорю, ребята, вот я вот накидываю скелет. Я говорю, помогите мне вот добить мясо. Потому что мне некогда, на самолет бегу, ничего не могу. Нужно сделать. Но потом я все это вычитываю, корректирую. Ну, как бы это так работает. Ну, на 90% это все моя работа. 90% текста это просто мой. Это вот эти пальчики это делали. Все. Я хотел с вами поговорить о некоторых ваших фотографиях. Я вот выбрал, которые мне больше всего понравились. Если я, то эта фотка не моя. Понятно. Вы давно не делали вот таких фотографий. Живых, мне кажется, близких. Октябрь фест, да. Октябрь фест. Это, конечно, не моя фотка, потому что меня фотографировали. А вы любите, да, пиво выпить? Вкусное, да. Да. То есть вы не в тренде вот этого суперзожа? Не очень. Не очень. Спортом занимаюсь. Мои, так сказать, отпуски провожу за пределами доступа интернета. В основном. Видела у вас фотографию сейчас с бизнесменом, таким популярным визионером. Ричардом Брестом. Вы друзья? Мы не друзья. Мы просто знаем друг друга. И у нас есть интересные идеи. Я, наверное, не могу их сейчас комментировать. Ну, да. А он… Вас как-то… Вдохновляете, наверное, громкое слово. Берете в чем-то с него пример. Он же тоже вот свой личный бренд очень сильно продвигает? Да. На самом деле, что интересно, когда я уже как бы состоялся уже, ну, в списке Форклесса, наверное, еще не был. Я уже как-то состоялся, я уже понял, что кто я, что у меня хорошо получается, что я могу придумывать технологии, что я могу их публично объяснять, продвигать, чем я занимаюсь. А потом я выяснил, как работает Ричард Брэнсон. И я только… я прочитал его книжку. И только понял… Террианинуть, да? На самом деле очень много того же самого. То есть мы пришли к одним и тем же идеям, как-то параллельно. А вот у вас контент есть, не такой умный, как обычно. То есть это не пост, это скорее развлекательный. Я смотрю, он набрал у вас больше просмотров. Вы не хотите больше такого делать контента, как вот этот? Мне кажется, вам надо разнообразить чем-то… Кубик Рубика, на самом деле, моя любимая сейчас игрушка. Я с собой его вожу. Сейчас у меня с собой кубик 6х6 на жизнь. А вот это прокомментируйте. Я просто… что это такое? У вас много фотографий с этим Мидори Кумо? Зеленый Медвей, Мидори Кумо. Ой, он такой няшный, он так нравится людям. Теперь это будет наш такой бренд-амбассадор. То есть мы будем использовать имидж зеленого медведя в наших продуктах, в нашей рекламе. И чем дальше, тем больше. А это, я насколько понимаю… Он уже няшный. Да, он очень няшный. Это из Антарктиды, это… Это Антарктида, да. Пиенали… Пиенали в Антарктиде? Да, мы спонсировали современных художников, современное искусство. Мы их посадили на кораблик и отправили в Антарктиду. И там они делали свои инсталляции. А это вообще куманно по отношению к художникам? Мне кажется, Хрущев тоже хотел с их вот так… Они добровольно поехали все, никто их… Они хотели еще. У меня есть одна цифра. Я вот подтвердите. Вы потратили на это мероприятие миллион двести евро, правильно? Не помню. Не помните, да? То есть вот, в принципе, с одной стороны вы аскетичны, да, с другой стороны вы можете вот такие акции проводить. Правильно? На самом деле… Нет, я понимаю. Нет, на самом деле мы там… Эмоционально-бизнесовое в данном случае. Эмоциональное решение больше было, наверное, спонсировать раскопки в Акротире. Но, опять-таки, было не мое решение. Я собрал всех, мы поехали на Акротире. Что такое Акротире? Ага. Вот, вот. Я даже не знаю. Серые. Серые, дремучие. Что это такое? Есть такой остров Санторини. А, все. Санторини. Санторини. И там нашли древний город, которому больше трех тысяч лет… Извержение было 3600 лет назад примерно. То есть город, которому можно там четыре тысячи лет. Трехэтажные дома, водопровод, канализация. Впервые человек в этом городе… Впервые были обнаружены деревянные конструкции. Впервые. Это была очень продвинутая цивилизация. Они были мореходы, и они погибли в результате извержения вулкана. Но местные археологи категорически не употребляют слово «Атлантида». А вы верите в Атлантиду? Да почему не… Вот… Все сходится. Понятно. Вот… Так вот, мы… Решение спонсировать эти раскопки, потому что они начали копать довольно давно. Потом Греция, деньги кончились. И на лет десять они просто стали рады, прекратили раскопки. И когда я первый раз это увидел, я прям… мне очень захотелось им помочь. Но тогда, когда я первый раз увидел их, это было в 2005 году, денег не было. Более редкая фотография в вашем инстаграме была вот такая, где вы сидите за работой, где вы не путешествуете. Часто ли сейчас происходит вот именно такая картина? Кстати, тут, по-моему, бокальчик виски. Да, очень может быть. На самом деле, вот такая картина наблюдалась, допустим, вчера в местном отеле в Санкт-Петербурге. Только было не виски. Я хотел вам показать вашу первую фотографию в инстаграме, если вы ее не помните. Конечно. Евгений Касперский заявился в инстаграме 8 лет назад. Мне кажется, вообще один из первых в России. 25 лайков, один комментарий. Вот что это такое, вы можете вспомнить? Это вот ваш первый пост. Это где-то что-то было, я не помню. Это какие-то кофе-турки. Это, наверное, просто тестовая фотография, которая ни о чем. У вас социальные сети, то, что вы ведете активную такую деятельность, не сближает с детьми? Моим детям старшим уже около 30. Ну да, я знаю. А младшим от 8 до 2. Поэтому, как бы, теми уже, как бы, соцсети уже не очень подходят, а младшие еще не доросли. А как вы, кстати, старшего воспитывали? В каком духе? То есть, вот, есть там несколько подходов. Есть избалованные дети, очень богатых родителей, а есть те, которых жестко ограничивают? Примерно так, как меня мама воспитывала. А как вас мама воспитывала? Без излишеств. То есть, он должен добиваться всего сам? Должен добиваться всего сам. Я помогу советом, если потребуется, помогу, как там, ресурсами, но никакого протежей, никакой помощи в устройственной работе, все должен сам делать. А чем сейчас занимается? Старшие дети, у меня один маркетолог у меня в компании, другой работает софт-инженер, программист. Ваше образование, как написано на сайте, школа ФСБ, какие азы оно вам дало? Что значит, азы? Я не знаю, это же вообще не… Вы ушли совсем в другую область. Во-первых, у вас есть Инстаграм, а у настоящего ФСБшника его нет. Ничего подобного, потому что, на самом деле, чему меня учили? Меня учили математике и выступлением, читать доклады, читать… Меня научили выступать публично именно там. И высшая школа, часто называется Академия Криптографии. Криптография – это одна из самых сложных математических дисциплин. А как-то вам помогло это в бизнесе, что вы заканчивали школу КГБ? Я думаю, что это мне очень сильно помогло уметь работать, работать с компьютерными системами. Когда были зашифрованы компьютерные вирусы, мне очень помогли криптографические знания. Я думаю, что да. На самом деле, я считаю, что образование, которое я получил, это было одной из лучших в Советском Союзе математических образований. А сейчас как относитесь к силовым структурам? Я не знаю. К образованию… Какое образование сейчас дают в Академии Криптографии, я не знаю, потому что я с ними не знаю. Ну и давайте напоследок, совет молодым предпринимателям можно конкретный, лучше, чем визионерский. На самом деле, первый совет – определитесь, пожалуйста, что вам удобнее, что вам ближе – быть независимым предпринимателем и брать на себя все риски или работать наемно. При этом риски берет на себя другие люди. Понятно, какие. То есть риск бизнеса, риск банкротства, успехов, неуспехов, удачи, неудачи. Это может получиться, может и нет. И каждый для себя должен понять, что ему комфортнее. Для меня комфортнее все-таки рисковать, играть. Но вы бы могли представить свою жизнь наемным сотрудником? Я был наемным сотрудником некоторое время. А потом организовал свою компанию. Так вот, далее. Мой совет здесь. Нужно выбрать занятия, которым ты можешь отдать всю свою жизнь. Далее. Ты должен найти команду, которая пойдет за тобой. И которая будет делать большую часть работы. Потом работать 10, 15, 20 лет. Ну и должно немножко поместить. Вот если все вместе сложится, то будет успех. И тогда вы попадете в список Forbes. Спасибо большое, Евгений Валентинович. Спасибо. 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 Спасибо.